Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как мы ездили на ВДНХ в Москве. Можно так сказать, что я никогда не была на ВДНХ. Я была единственный раз, когда мне было 5 лет. С родителями и с братом мы путешествовали куда-то и на машине заехали в Москву. И вот на ВДНХ, буквально там, где ракета такая, в фонтане купались, помню. Было очень жарко, это было лето, и там еще ныряли и денежки собирали. Люди на память кидали денежки. А мы там, детишки, собирали эти денежки себе в карман, на карманные расходы. Вот единственная фотография, которая сохранилась у меня с родителями и с братом в Москве на ВДНХ. То есть, для меня, как бы, это стало открытием. Я никогда в жизни не думала, что на ВДНХ так красиво. Мне прямо, как сейчас так говорят, зашел в ВДНХ. Ну и, естественно, хотелось посмотреть эту знаменитейшую скульптуру рабочей колхозницы, которая является логотипом Мосфильма, и о которой я писала одно эссе, обучаясь на бакалавр диджитал фильм и видео, про конструктивизм. Был у нас какой-то предмет, не помню, как назывался, но я помню, что писала эссе про конструктивизм, и именно вот эту скульптуру там описывала. Монументализм, конструктивизм, все это входило в мою работу, и мне хотелось увидеть эту скульптуру воочию. Я ее нашла, я ее увидела, и вот показываю. Вот мы находимся у моего любимого памятника. Работник и колхозница. Когда мы приехали, мы ехали на монорельсе. Монорельс — это новый вид транспорта в Москве. Буквально несколько остановок он охватывает. Это что-то типа лондонского оверграунда, но, к сожалению, пока не вокруг всего города, и стоит он не дешевле, чем лондонский оверграунд в сравнении с метро. Такая же цена. Ну, у нас входило в наш единый электронный билет, и мы прокатились на монорельсе. Кстати, он как раз идет мимо Останкино и мимо Союзмультфильма. Я об этом не знала, просто смотрю в окно, внизу какие-то, ну погоди, персонажи там, в общем, из мультфильмов. И такая, смотрю, проезжаем Союзмультфильм. Надо будет, когда буду летом в Москве когда-нибудь, надеюсь, я летом еще гоняю туда, надо будет сходить и прогуляться. Там очень интересные скульптуры всех наших советских мультфильмов. Мы приехали туда, вышли на станции ВДНХ, и как бы вход там уже украшен в новогоднем стиле. Ёлка стоит, и часы такие поставлены, закрывают Ленина. Но суть не в этом. Суть в том, что туда я просто попала как в Советский Союз. Там играет музыка такая. Сразу меня так зарядило, и я пошла в пляс. Вот посмотрите. И мы прошлись вот по этой площади, и уже пошли туда во все эти павильоны смотреть, как и что там находится. Я вообще не знала, что такое ВДНХ. То есть, оказывается, там павильоны всех советских республик. Даже павильон Украины мы нашли, мы сначала думали, что, ну, наверное, его снесли, потому что не было нигде написано Украина. А потом спросили охранника, он говорит, да вот же вам павильон. Он украшен такой, ну, мне показалось, в более восточном таком стиле. И я бы никогда не подумала, что это Украина, но все-таки есть павильон Украины. Он говорит, а зачем же сносить памятники культуры, памятники архитектуры? Нет, зачем? Дружба, дружба и война войной, а искусство будет жить вечно. Вот, поэтому нашли и Казахстан, кстати, тоже мне понравился павильон. Я думала, это Туркменистан, тоже такой прямо мусульманский стиль. А вы не знаете, случайно казахи-мусульмане, что ли, я как-то не думала об этом все такое... Восточного стиля. Но вообще там вот весь парк, весь выставочный комплекс пропитан таким советским стилем, и как-то вот сразу меня окунуло в детство. Я же еще советский человек. Мне еще удалось родиться и пожить в СССР. Да, такая вот я уже старенькая. Ну, а основной целью нашего похода на ВДНХ, так как у нас было не так много времени, мы не могли пройти по всем павильонам, мы решили зайти в павильон Космос. Билеты туда стоят 500 рублей тоже для взрослого. Но так как ВДНХ отмечает 80-летие в этом году, вход до трех часов бесплатный. То есть нам повезло, и мы попали в этот павильон бесплатно. посмотрели очень много всяких экспонатов, связанных с космосом, видеорядов, даже есть там такие симуляторы, где можно попробовать слетать на Луну. Но мы уже, у нас не было времени, не сели, может быть, в следующий раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Покушали в кафе под названием «Космос». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы в кафе «Космос». Решили покушать космическую еду. Вербишель с тевтелями и салат «Цезарь». Взяли космические вилки и кушаем. И начинаем есть космические тевтели. И начинаем есть космические тевтели. И вот там мы очень сильно как бы протратились, купив один единственный сувенир на память о Москве, книгу под названием «Вселенная Стивена Хокинга». Ну вот мы и посетили павильон «Космос», где много узнали про историю космоса, а также купили книжечку. Вон мама держит в руках. Стивен Хокин. Вселенная. Кстати, она оказалась второй после Шекспира самой продаваемой книгой в мире. Ну, что я там прочитаю, о чем я сделаю выводы и узнаю, я вам расскажу в следующих роликах. Пока на этом все. Пока-пока.